Субтитры создавал DimaTorzok 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 потому что там где-то все украли, он остался. Может быть, он виноват в этой краже, и они привели его. И когда ему присудили какое-то наказание, он находился до такой степени в своей медитации, и он даже не мог встать на самом деле и как бы себя защитить от этого ложного обвинения, он действительно реализовал. И он ничего не мог сказать царю, хотя он знал, что там произошло на самом деле. А то, что Ямараджа, который действительно хотел, чтобы те, которые это совершили, они наконец-то достигли, очень быстро обетели Ямараджа. То есть в этом ключе произошла эта история. И затем Чатаргук, этот Ямарадж, он подсчитал... И он увидел в действиях, когда он был еще совсем маленьким, и однажды он находился где-то, и он взял иголочку, и эта иголочка проткнула бабочку. И это вот единственное, что он сделал, что он сделал, ну, какой-то греховный поступок. И поэтому этот Хармарадж, сам Ямарадж, он сказал ему, что только из-за этого поступка ты должен отправиться, отправиться в материальный мир и находиться там очень длительное количество времени. что-то это было предовествием этого, того, как Маркандея Риши, он обрел это наказание от Ямараджа, и он пришел в материальный мир. И что уже говорите, когда он находился в той ситуации, когда... И все это объясняется в Шримад Бхагаватам, история связана с адских планетах и также материальных. И будьте очень внимательны, когда если вы совершаете какую-то деятельность, вы должны думать о том, о праведности, но не допускать никаких греховных поступков. Почему? Потому что наказание может быть очень-очень серьезным. В течение очень длительного времени этот Ямарадж, он принял форму ведура, и он пришел в материальный мир. В действительности ведура, он являлся олицетворенным Ямараджем, и философию, которую он совершенствовал и практиковал, она была совершенно духовной. Он совершенно отличался от своего брата, от Итараджи. Однажды ведура, он пришел, хотя он пришел, хотя он пришел, он родился в низкой касте, но он все время находился в общении с пяти пандавами, и когда наконец-то он принял сторону пандавов в этом споре, который длился очень длительное время, и тогда Дорьодана сказал, он сказал, «Титараш, если ты хочешь, если ты хочешь, чтобы царство осталось, а не разрушилось, ты должен оставить общение со своим сыном Дорьоданом». И Дорьодан пришел, и ему не понравилось то, что сказал ведура по этому поводу, и он очень разгневался на него, и он сказал, «Мы даем тебе пищу, мы даем тебе кровь, а ты говоришь такие неприличные вещи обо мне, и настраиваешь моего отца против меня, и принимаешь сторону пандавов, если бы с этого момента, если бы ты не был моим дядей, моим родственником, я бы уже отрубил тебе бы голову, поэтому единственное, что я могу тебе сказать, убирайся прочь». И тогда ведура, он оставил всю одежду, все, что он имел от Дорьоданы, и ничего не взяв с собой, он обрел Брамачаревеш и покинул царство Атитарашда. Когда Кришна пришел, как посланник, и попросил пять деревень, Дорьодана в этот момент подумал, «Если каким-то образом я могу удовлетворить Кришну, предложить Ему что-то очень хорошее, Он примет нашу сторону, и тогда я уж точно выиграю сражение с пандавами». И Он сказал, «Хорошо, прежде чем мы все это решим, ты, пожалуйста, прими пищу в моем доме, я очень много приготовил изысканных блюд, а затем мы обсудим это все». И Кришна сказал, Он подумал, что если я приму, то есть Он стоял как бы в нерешительности, почему? Потому что Он думал, что если Он не примет, на время нас этим Он подумал, «Я никогда не голоден, потому что я Атмарам и Атмакам, а если я приму приготовление дурь-йода, на котором он мой друг, на самом деле он не мой друг, он враг моих друзей пандавов. И также, если я откажусь, то тогда я не смогу решить этот вопрос, и они не согласятся пойти на уступку и дать пять деревень пандавам». И тогда Дурьодана продолжил, «У меня столько изысканных блюд, которые я хочу тебе предложить». Но Кришна, когда отказался, Он приказал солдатам, чтобы они связали Кришну. Но Кришна в этот момент, Он принял, когда находился этот Вишам Питама, Он находился в этот момент там. Он говорит, «Почему ты так настроен против Кришны и хочешь погубить Его? Совершенно незаслуженно. В этот момент, когда Кришну Он покинул, наконец-то отказавшись от подношения Дурьодана, Он ушел. И в этот момент, находясь в состоянии, Он пришел в хижину, где жил, где жила, где жил Видура, и Видурани, она находилась там. И когда она увидела Кришну, она подумала, «Боже, какое счастье, что сегодня Кришну, я могла обрести Его Даршин и предложить Ему». И находясь в состоянии экстатического восторга от Даршина Кришны, вместо того, чтобы давать Ему бананы, очищая их, она давала Ему банановую корку. И Кришна, Он принимал это. И затем, когда Кришна ушел, Видура пришел и спросил, что произошло. И когда она, наконец-то, пришла в себя, она увидела, что она, в действительности, не предложила бананы, а вместо бананов она предложила остатки этих бананов, ну, как кожуру. Но Кришна, Кришна, Он, Он, в действительности Кришна, Он не принимает бананы, Он не принимает кожуру, Он принимает настроение сердца, которое, которое испытывает любовь, к нему. Поэтому, когда Он, Он не принял подношение, которое Ему предложил Дурьодана, но Он принял кожуру бананов в хижине, в хижине Видура, от его, от Видурани, которая являлась его супругой. И далее, разговор, который произошел между Видурой и Удавой, когда Кришна покинул материальный мир, Он оставил наставление Удаве. И Он сказал, что на пути ты встретишь Видуру, и ты должен Матрия Риши, то есть ты должен пойти к Матрии Риши, на пути ты увидишь Видуру, и ты должен рассказать то, что Я поведал тебе. Матрия Риши и Видура, они тогда оставались в материальном мире, а Кришна, Он даровал Дивью Гьяну основные знания этим трем личностям, Удаве, Матрия Риши и Видуру. Кришна, Он приказал, и Он сказал, что Он дарует вам божественные знания, и поэтому, Удава, пожалуйста, передай все, что Я говорю тебе Видуру, А затем ты должен рассказать это все Матрия Риши. И когда Видуру, Джи, начал прославлять славу Кришне, слушая эти божественные знания, которые Ему поведал Удава, не в состоянии сдержать свое экстатическое счастье, Он обратился с молитвами к Господу. Кто такой Удава? Он являлся самим учеником Брихаспати, Он также являлся самим тот, который также это переводится, переводится, это тот, кто рассеивает тьму невежества, Он являлся самим премьер-министром Сава Кришны, и также на время с этим Он являлся Его другом, и также учеником Брихаспати, имея возвышенный разум, и возвышенные качества, Он был очень квалифицирован, и поэтому Он не знал, что Ему делать в материальном мире. Да, Брихаспати, Его духовный учитель, который находится на райских планетах, да, но в материальном мире, оставшись, являясь чистым, преданным в своем юном возрасте, Он играл, в детских лет Он играл с Кришной, Он был, Он всегда, а затем, Он, когда не имел возможности общаться с Кришной, Он сделал Его Мурти Кришной, и Он играл с Мурти Кришной, когда Мама звала Его, Он не слушал ее, Мама, Он говорил, Я занят, у меня нет времени даже принять Прасад, Я очень занят, и затем Он как бы пошел в Самаде, медитируя на Кришну, Кришна даровал Ему, даровал Ему в этих шлоках, которые указывают на божественные знания, которые Кришна оставил в материальном мире, прежде чем уйти на Галаку Бриндавана. Своему верному преемнику, которым верился Удава, в первой шлоке объясняется, которую произнес Удава, что Господь с помощью потенции Йога Майя Сварупа Шакти Он совершил сладчайшие, удивительные, изумительные лилы в материальном мире, и их большое разнообразие, и его лила, которая была основана на Нарават лили, то есть на совершенно ничем не отличных человеческих лил Господа в этом мире, лила, когда Кришна, находясь во Бриндаване, да, там были, конечно, деяния, связанные с Матхурой, дворокой, но самые прекрасные, высочайшие лилы были проявлены Господом во Бриндаване, когда Он, являясь другом пастушков, как они делили просад во время завтрака, они делились с Кришной, и также встречающие Матю Дхараньи в Раджакопе, которые были настолько сокровенные и сладостные, они превозглашают особое положение Его чистых преданных, которые участвовали в этих прекрасных деяниях Господа прокатлили этого материального мира. Сам Господь помогает при помощи Йога Майи, Он совершил эти сладостные игры. Мы будем завтра продолжать слушать значение шлока, который продолжил объяснять Удава, который услышал от самого Кришны. Парикришна. Парикришна.